продолжается эпопея с крышей чуть я прошел по ней видимость как бы плохая становится я решил взять здесь полиролька у нас мензерна первым номером и слегка прогуляться по крыше вот сразу становится все четко и понятно видно вот а то что здесь было как бы сразу даже вид другой все дефекты поврисовывались потому что без полировки как-то не очень первоначальная правка как бы ничего а вот сейчас дочищать нюансы как бы я прошелся вот чтобы правильно увидеть лучше вот так слегка я решил пройтись полирнуть потому что под деревьями машинка стояла какие-то вот такие вот непонятные штуки они не смываются не счищаются и не сполировываются зараза что ж это такое я не знаю но тут во многих местах вот они что это слышно и под ногтем здесь нету а тут что это и ничем не смывается не водой не бензином не уайт спиритом не спиртом но растворителями они настолько смело чтобы мыть как бы ну факт тот что вот не смывается что это такое и чем его едят но тут теперь на такой видимости хорошо все видно есть вариант повоевать рубу немножко поснимать получится первоначально так пробежал потыкал вот такое вот здесь как бы не передает под лампой основную так сказать вот здесь вот скажем так в районе двери передней пассажирской это тут под жесткостями отдельная так сказать песня вот получилось нормально ну кое-где как бы учёс надо дочистить и переходить дальше буду потихоньку снимать ребятам интересно мне например уже не интересно как раз вот район стекла здесь под жесткостью попались мятинки продолжается эпопея с камри уже тут кое-где пылью бедолазка машинка покрылась вон расписываться можно и как я не доделаю крышу повреждений много я постоянно дефектую тут уже конечно там где я вот пообводил практически вот в линии видно просто неспокойный металл я его должен поставить а здесь вот еще кое-где есть такие вещи но это вот в таких местах где я как бы еще не не наделал крючков под них а в основном конечно как мы видим уже линия практически вот там по мелочи играет мелочевка осталось но тем не менее дефектую и раз за разом подчищаю вот здесь еще в центре вот есть несколько вмятин которые надо делать ну в общем уже конечно небольшие такие нюансики остались их надо дочищать такая же история видна с этой стороны вот они вмятины видны они остальное уже здесь по центру вот вот их несколько штук здесь еще тоже вот три штучки здесь где-то одна тоже бликует вот она ну а в общем сказать уже конечно крыша на крышу похоже но надо доделывать чтобы все было максимально возможно аккуратно а не так как сейчас ну что продолжаем работу это очередная была дефектовочка чтобы вот сейчас уже как бы целенаправленно вот тут надо вот тут поправить тут тут там 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 дефектовал и опять пошел так сказать слепо тупо делать вот намеченную работу ну вот потихоньку помаленьку то что я поотмечал я по проходил там дальше конечно на той стороне еще вот где конечно играется что сделаешь хотелось бы конечно сделать все так как было даже лучше ну к сожалению либо опыта не хватает либо металл потянутый либо еще чего-нибудь как говорят плохому танцору всегда что-то мешает вот так и мне хочется стремиться сделать идеально но но увы между хочется и можется есть две большие разницы как говорят в Одессе но стремиться к совершенству надо ну вот уже и перед ну вот мы выгнали на улицу промежуточная дефектовка потому что тут одно дело когда ты смотришь в гараже а другое дело когда ты смотришь на улице и это все видно сейчас я поснимаю и на бликах будет видно вот они блики сейчас отдефектуем блики и опять вперед из песни вот такая красота получается вот здесь грязно там там здесь еще вообще не сделаны вот они вмятины просто до них чтобы добраться придется наверное сверлиться вот такая вот у нас крыша еще уже на крышу похоже но надо дорабатывать вот тут бок еще предстоит с ним воевать тоже ну в целом уже на три с минусом я думаю пойдет вот так вот вот так вот вот так вот